Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 21 сентября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто томов уголовного дела судья зачитывал три дня. Какой приговор вынес в суд, расскажет Светлана Урванцева. Мобильный телефон отключите, пожалуйста, звук. Два года в бегах не спасли Вадима Меренкова от наказания. Сегодня бывший чиновник в зале суда ждет вынесения ему приговора. Изначально, когда следователи только возбудили уголовное дело, Меренков сбежал из московской больницы и долгое время скрывался. Но позже сам нашелся и выступил с открытым обращением. Я, Меренков Вадим Александрович, министр имущественных отношений Омской области, вынужден обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, председателю Следственного комитета Российской Федерации, директору Федеральной службы безопасности Российской Федерации за защитой от давления, которое на меня оказывается со стороны Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области и регионального отделения ФСБ. На самом деле цель попыток привлечения меня к уголовной ответственности и объявления меня в розыск носит сугубо политический характер, чтобы оказать на меня давление и заставить дать показания против нынешнего руководства Омской области. Вадим Миренков сам явился к следователям. Произошло это накануне рассмотрения уголовного дела в отношении Юрия Гамбурга, бывшего руководителя Миренкова и соучастника преступления в одном лице. Следователи предполагают, таким образом объявившийся чиновник, вероятно, хотел повлиять на приговор Гамбургу. Но Юрия Гамбурга все-таки отправили за решетку, а Вадима Миренкова взяли под арест. Миренков обвиняется в совершении девяти фактов превышения должностных полномочий, связанных с незаконным предоставлением земельных участков под огороды. И в одном преступлении, предусмотренном статьей 293, это халатность, связанная с непринятием мира по повышению арендной платы при передаче в аренду Омск водоканалу сетей воды и канализации. В результате бюджет города потерял 884 миллиона рублей, были нарушены права и законы интереса о мечей. Бездействие Миренкова привело к увеличению износа арендованного имущества водопроводно-канализационного хозяйства из-за недополучения средств на ремонт. Не удалось построить и новый микрорайон в достаточно престижном районе города, так как земли были проданы аффилированным лицам. Первоначально на этой земле планировалось возведение микрорайона с многоэтажными жилыми домами, с развитой инфраструктурой. Но в последующем эти лица, которые приобрели земельные участки, продали их, разбив на более мелкие земельные участки, под индивидуальное строительство. И сейчас на этом месте возведены коттеджи. Для того, чтобы всю эту аферу провернуть, Миренков совместно с Гамбургом изменили вид землепользования этих земельных участков, что сделали они незаконно, подписав документы, что земля передается якобы под огороды. А фактически она передавалась под индивидуальное жилищное строительство. Неземельные участки находились в зоне жилой застройки. И тем самым бюджетом муниципальных образований города Омск и Омская область был причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей. Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал. Мер по возмещению ущерба не принял. Гособвинение предлагало назначить Миренкову наказание в виде 5 лет, 6 месяцев лишения свободы, а также запретить ему в течение трех лет, занимая должности в органах государственной власти и местного самоуправления. В итоге Центральный районный суд на третий день оглашения приговора назначил Вадиму Меренкову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти 2,5 года. Накануне днем в Омске мог произойти еще один взрыв газа. На проспекте Мира загорелась квартира на втором этаже. На место прибыли 22 бойца МЧС на шести машинах. Пожарные эвакуировали пятерых человек. Хозяина обнаружили лежащим без сознания у двери квартиры. Как выяснилось, мужчине отключили газ за неуплату и поставили на трубу заглушку. Еще утром участковый проверял собственника жилья и устройство было на месте, а сам мужчина жаловался, что не может приготовить себе еду. И, видимо, после ухода полицейского хозяин самостоятельно подключился к трубе. Газ начал заполнять кухню. Произошел хлопок и начался пожар. Специалисты отключили подачу топлива. На полную ликвидацию ЧП ушло 50 минут. Виновника происшествия увезли в больницу. В результате пожара повреждено стекление балкона, оконный блок кухни, внутренний отделка, мебель и вещи домашнего обихода. Условием развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств. В Омске осудили предпринимательницу и ее знакомого за взятку полицейскому. 43-летняя бизнесвумен торговала ширпотребом на китайской оптовке. Ее уличили в продаже контрафактного товара и пригласили в отдел полиции для составления протокола по факту административного правонарушения. В отделе полиции, куда она пришла вместе со своим знакомым, предпринимательница положила деньги в паспорт. Паспорт передала своему знакомому, а знакомый уже положил этот паспорт вместе с 40 тысячами рублей в виде взятки сотруднику полиции на стол, для того, чтобы он не составлял в отношении предпринимательницы протокол об административном правонарушении и отдал изъятый товар. Однако сотрудник полиции отказался взять взятку и сообщил об этом Следственный комитет России по Омской области. В результате суд приговорил женщину к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Ее сообщнику назначили 30 тысяч. Конфискованные деньги направлены в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Судебные приставы арестовали автомобиль должника. Во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД исполнители по базе данных проверили кредитные истории водителей. Автовладельцы могли на месте рассчитаться с долгами. Все, кроме одного. 44-летний Амич не имел при себе 3 миллионов рублей. Он проходит ответчиком по двум исполнительным листам. По-первыхому, мужчина должен вернуть долг частному лицу в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. По-второму, исполнить обязательства перед банком на сумму в 1 миллион. Ранее судебные приставы наложили арест на дома Мича и на автомобиль. Сам должник отказывался приходить на прием к исполнителю. Силовики выезжали по месту его проживания, но лендровер не обнаружили. Ответчик тщательно прятал дорогой внедорожник. Но в этот раз мужчине не повезло. Машину отправили на спецстоянку, а владельцу дали 10 дней на погашение задолженности. Если деньги не поступят из ЦАМ, Defender продадутся аукционно, а средства направят кредиторам. В Омской области продолжаются поиски 16-летнего Дмитрия Колпакова. Напомню, 27 мая подросток ушел из дома бабушки в городе Тара. Он не взял с собой телефон и ключи, сказав, что отправился на пробежку. Последний раз его увидели на объездной дороге, вдоль которой он обычно бегал. До настоящего времени Дмитрий домой не вернулся. Семья и подросток характеризуются положительно, каких-либо ссор и конфликтов не происходило. Приметы пропавшего. Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые. Был одет в серую вязаную шапку, зеленую куртку, черный спортивный трико, серые кроссовки. Следователи просят граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Дмитрия Колпакова, сообщить данные по телефону 79-3202 или 02, или по телефону доверия Следственного комитета по номеру 123. За полезную информацию сыщики гарантируют солидное вознаграждение. Подходит к завершению спор между предпринимателями и Департаментом имущественных отношений. Арбитражный суд обязал чиновников выдать разрешение на строительство кинотеатра Первомайский с последующим вводом в эксплуатацию. Напомню, в новом здании фильмы начали показывать еще год назад, при этом внутри помещения завершались строительные работы. Возможно, сейчас объект полностью готов к приему зрителей, но, как считают некоторые мечи, парковка перед кинотеатром не выдерживает никакой критики. Даже спустя несколько дней после дождя огороженное пространство превращается в озеро. Фактически люди не смогут выйти из машины, не замочив ног. Ну а зимой на асфальте образуется каток. Будем надеяться, что этот факт приемная комиссия учтет при сдаче объекта в эксплуатацию. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой и без жести. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...